МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Климентов лечился в Пятигорске, Кручилин любовался Сингапуром, Денченко катался по льду в Канаде. Игроки трактора рассказали, как провели лето. Добрый вечер. Вы смотрите информационную программу Телефак в студии Анны Андронова. Спонсор выпуска цирковое шоу «Гиппопотамус». Жители дома по улице молодогвардейцев легли под трактор. Пытались остановить тяжелую технику и два КамАЗа с щебнем. Сегодня их пригнали к многоэтажке, чтобы приготовить площадку по строительству торгового павильона. Но люди выступили против возведения нового магазина. Доводы жильцов и аргументы застройщика выслушала Анастасия Плотникова. Ну почему вы так себя ведете? Отвратительно. Глаголом «жечь сердца строителей» сегодня пытается завместной библиотекой. В жизни интеллигентной начитанной Ирина Бронская сегодня вынуждена вести себя некультурно. Когда двигатель фронтового погрузчика начинает угрожающе рычать, переходит с русского на русский нелитературный. С криками бросается под ковш тяжелой техники. К заведующей библиотекой присоединяются местные пенсионерки. Женщины требуют прекратить строительство продуктового магазина. Новый павильон планируют возвести прямо под окнами многоэтажки по улице Молодогвардейцев. В ней находится и детская библиотека. Строители приехали готовить площадку под торговое здание, привезли щебень, а тут... Не хотим строить магазин! Не хотим строить магазин! Люди говорят о новом магазине под окнами дома, ничего не знали. Представители компании-застройщика сегодня показали председателю Совета дома лишь разрешение на строительство. Оно получено в декабре прошлого года в городском управлении архитектуры и градостроительства. Я говорю, а где слушания какие-то публичные? Где нас спросили прошло полгода? Где нужен нам лето? Вот здесь будут продукты продаваться. Это очередной рассадник. В самый разгар скандала в толпе появляется директор компании-застройщика. Спокоен, намерен решить проблему мирным путем. Но люди негодуют. С нами, как с людьми, они не считаются. Мы здесь как будто быдло. У нас вот один срач. Теперь, значит, еще киот. Где будет вот такой срач стоять? Под чьими окнами? Юрий Милютин парирует аллею возле нового павильона, облагородит и украсит картинами молодых художников. Все документы и разрешение на строительство есть, а оговаривать планы с жителями дома не нужно, так как магазин планируют возвести на территории, которая якобы не считается придомовой. Придомовая территория находится метр от дома. Здесь от дома до начала строительства аж 13-14 метров. Поэтому мы находимся не на придомовой территории. И, в принципе, все в порядке. Когда перепалка заходит в тупик из городской администрации, приходят новости. Оказывается, депутат Совета Калининского района, по совместительству известный в городе зоозащитник, взял под опеку и людей. Карен Далакян сегодня побывал в Управлении архитектуры и градостроительства Челябинска. Итог следующий. То есть, да, есть такое разрешение, то есть, выданное администрацией города, настраивайтесь и строиться. Притом не вот этих трех маленьких торговых павильонов, да, а целого комплекса. То есть, в скором времени там будет огромный комплекс, и мы потеряем единственный такой пешеходный сквер, где у нас гуляют молодые мамы. Теперь депутат вместе с жителями намерены обратиться за помощью к главе города Евгению Тевтелеву, а также написать письмо в прокуратуру. А строители планируют закончить установку павильона в течение месяца. Сегодня работы сорваны, технику убирают. 1-0 в пользу жильцов, но это только на сегодня. Завтра новый раунд, а значит, за библиотекой с пенсионерками снова отправятся на баррикады. Анастасия Плотникова, Михаил Шурмель, Телефакт. Водитель детского автобуса оказался под шофе. Госавтоинспекторы задержали мужчину прямо на выезде из Челябинска. Он должен был отвезти в детский лагерь 50 школьников. Полицейский почувствовал запах перегара и попросил дунуть водителя в трубку алкотестера. Результат подтвердил опасения сотрудника ГИБДД. Позже выяснилось, что водитель, снятый с маршрута, злостный нарушитель. Только за прошлый год у него имеется 12 штрафов. Также у водителя оказался просроченным путевой лист. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что путевой лист у данного водителя просрочен. При дрейсовом медицинского осмотра он не проходил. Автобус принадлежит частному лицу. Сотрудникам ГАИ придется проверить, кто допустил пьяного водителя до управления автобуса с детьми. А нарушителю придется заплатить штраф 30 тысяч рублей и стать пешеходом минимум на полтора года. В Челябинске открыт конкурс на замену лифтов. По программе на Южном Урале в этом году отремонтируют 213 подъемников. Список адресов утвержден. Осталось найти поставщика. На тендер претендует сразу несколько компаний. О том, каким стандартам должны соответствовать лифты нового поколения, расскажет Александр Артамонова. Экономия оборачивается уже критичной ситуацией. Потому что можно получить не лифт, а комнату страха. Директор лифтостроительной компании знает, о чем говорит подъемник из фильма ужасов. В Челябинске можно встретить в каждом пятом доме. Зловещие надписи на стенах, мигающий свет скрежет и поломки. Антураж в лучших традициях жанра хоррор. Жители дома по улице Барбюса стараются обходить подъемник стороной. Татьяна Новикова, несмотря на возраст, предпочитает подниматься на 10 этаж пешком, чем рисковать здоровьем. Лифт у нас уже 5 лет эксплуатации закончился. Очень старый. Мы просто не знаем, как мы ездим. На свой риск. Я вот еду вот так на работу. Я на пенсии еще и работаю. В больнице работаю. Вот так вот зажимаю и боюсь. Потому что если в Москве падают хорошие лифты, то что говорить про наши. Этот лифт находится практически в аварийном состоянии. Половина кнопок этажей отсутствует. Освещение очень тусклое, а двери не всегда закрываются. Жильцы говорят, доехать на нем до нужного этажа – большая удача. Кстати, один из местных однажды заострял и вызвали его только через 8 часов. Лифт, разменявший четверть века, нужно списывать и менять. Но в коммунальных реалиях это правило не всегда работает. 3000 подъемников на Южном Урале в аварийном состоянии. Замена одного стоит 2 миллиона рублей. Для областной казны – неподъемный груз. Чиновники подумали и решили включить услугу в программу капремонтов. Жители платят, лифты меняют. Запланировано 3 муниципальных образования. Это Магнитогорский городской округ, Мятский городской округ, Челябинский городской округ. Всего это будет в 82 многоквартирных домах. И судя по всему, реформа дала свои плоды. 213 новых лифтов установят в многоквартирных домах региона в этом году. В следующем в два раза больше. Осталось найти подрядчиков. Выигрывать тендер не должен не тот, кто даст минимальную цену, не заглядывая, что там внутри лифта. Тендеры проводимые максимально снижают ценовую планку, не задумываясь о качестве конечного продукта. В итоге мы можем получить плачевный результат, который мы наблюдали в прошлом году. Падение лифтов и все прочее. Хотели сэкономить, а потратились двое больше на диагностику и ремонт новой конструкции. Производители лифтов предложили решение, и среди подрядчиков найдут самое слабое звено. Правило, как в реалити-шоу, дается срок на работы и миллион рублей. Чиновники посмотрят, на что каждый направит деньги, и какого качества будут лифты. Как говорится, лед тронулся, господа, да, пусть в рамках региональной программы, но тем не менее эта проблема прозвучала на всех уровнях регионального правительства, города. Лед тронулся, но проблемы еще остаются. Слишком большой объем работ в одном Челябинске в очереди на замену лифта стоят 56 домов. Еще нужны федеральные дотации, говорят коммунальщики. Прибавить скидку от надежного подрядчика и сниженную процентную ставку от банка-кредитора. Формула безопасности южноуральцев. Александра Артамонова, Александр Соколов, Степан Абаимов. Телефакт. Сначала вырубят свет, а после перекроют канализацию. Коммунальщики Калининского района с неплательщиками борются жестко. За неуплату счетов на трубы ставят заглушки. После чего вода из квартиры должников просто не уходит. Законно ли это в проблеме разбиралась Маргарита Хижняк. Вот такая фигня у нас в месяц. Коррозия, все течет, все это сделали с нам в заглушку. Ручьи канализационных отходов текут из туалета Татьяны Елизаровой уже месяц. Фекалии с верхних этажей приходится вычерпывать вручную. Из-за долгов по коммуналке управляющая компания поставила им заглушку. Женщина задолжала почти 140 тысяч рублей. Во всем винить болезнь. Всю пенсию с мужем тратили на лекарства. То, что мы должны, мы же не отказываемся, у нас нет возможности от того, что они нам поставили заглушку и вот эта вот фекалия, у нас теперь от этого не появится, вы понимаете. Они у нас, если только продать это, сходить от ТВ появятся, что ли. И такая ситуация не единична. Тех, кому коммунальщики поставили заглушку во всем городе, насчитывается несколько сотен. Половина из этих людей льготники и имеют право на скидку по оплате ЖКХ в 50%. Но пока есть долги, она не действует. Пока не погашена задолженность 100%, то субсидия начисляться не будет. Вот в чем камень преткновения. Даже заплатит наш собственник 3 тысячи, 5 тысяч, ему компенсацию не дадут. В управляющей компании винят самих жильцов. У меня копия извещения с его личной подписью почти. Разносный должник, вот у нас в фонде. На собственников квартир сначала подавали в суд. Те все равно не платили. Тогда коммунальщики решили действовать жестче. Поставили заглушки. Она вот так вот зажимается. Вот она зажимается уже стояка. Сюда вставляется прибор. Опускается в канализационный стояк. Здесь вот скобы. Потом механизм разжимается. И она встает вот так вот в стояке. Если раньше за неуплату отключали свет или воду, то теперь коммунальщики идут на кардинальные меры. В жилищном кодексе о таком методе, как заглушка, пока нет ни слова. Но есть определение ограничения коммунальных услуг. Этим управляющие компании и пользуются. После разговора со съемочной группой «Телефактор» руководство ДЭЗа решило сделать исключение. И пойти на уступки семье Татьяне Елизаровой. Мы постараемся помочь. В связи со сложным социальным состоянием должника мы рассмотрим с ним вопрос заключения соглашения, чтобы от него поступали регулярные оплаты, посильные, так скажем, да, которые бы превосходили текущее начисление. И пойдем навстречу и данную заглушку уберем. Есть еще один выход из ситуации. Трубы по стояку – это общедомовое имущество. Чтобы избежать подобных мер, необходимо собрать совет жильцов. Если две трети собственников проголосуют за отмену заглушек, как способ вытрясти деньги, то коммунальщикам придется отступить и придумать более человечный способ. Однако, если неплательщик является злостным и намеренно не платит, то таким людям подобные решения только развяжут руки. Маргарита Хижняк, Александр Соколов. «Телефакт». Областные власти готовы раскошелиться на благоустройство. Архитектор, чей проект признают лучшим, получит 7 миллионов рублей. В городе стартует международный конкурс к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. Сейчас заканчивается работа по формированию жюри. Переговоры ведутся со звездами мировой и отечественной архитектуры. Из зарубежных коллег я могу сказать, что мы ведем переговоры с испанским архитектором Сантьяго Калатрава, немецким архитектором Вернером Зобиком и британским архитектором Уильям Оосопом. Конкурс пройдет по трем объектам. Это здание аэропорта, конгресс-центр и набережная реки Миас. Цель – осовременить эти объекты и придумать, как в дальнейшем их можно будет использовать городу. Благодаря этому конкурсу мы получим несколько точек изменений в городе Челябинске. И после этого этот процесс будет уже неопротивлен. Молодые архитекторы уже присылают свои работы. Среди идей есть сквер искусств, большое колесо обозрения и станция метро. Главная задача, чтобы все эти объекты смотрелись по отношению к городу и друг к другу гармонично. Желающие принять участие должны отправить заявку до 12 сентября на электронный адрес Оргкомитета. Адрес вы видите на экране. Продолжим тему в студии. У нас гостяк директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Олейникова. Ольга Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день. В чем задача главной архитекторов при подготовке к саммиту? На чем должен быть сделан акцент? Сегодня мы выбрали для себя три ключевых объекта, которые должны стать не просто выполнением протокольных требований для проведения данных саммитов, а некой, наверное, фишкой, может быть, даже символом нашего города. Это конгресс-холл, которого у нас нет в городе, но он реально нам нужен и для проведения больших мероприятий, культурно-массовых и выставок различного международного уровня. Это, безусловно, наша река Миас, набережная, где жители могут отдыхать и проводить свое свободное время. И визитная карточка нашего города, наш аэропорт, который требует такого некого нового подхода к его созданию. И руководство аэропорта уже к этому готово. И они делают все, чтобы изменить здание, сделать его интересным, красивым, функциональным. А наша задача сделать из него конфетку. Наверное, вот так. Даже так, да? Но, а все-таки это в первую очередь будет центр города преображен или окраинам тоже что-то достанется? Ну вот, да, мы взяли для себя три объекта, два из которых затрагивают непосредственно центр, потому что, собственно, саммиты будут сосредоточены у нас в центре города. Ну и аэропорт – это как раз окраина нашего города. То, что для нас на сегодня важно – это неблагоустроенные абсолютно подъездные пути, неблагоустроенные парковочные места, которые… Некий аэрокомплекс, который требует сегодня нового воздуха, нового витка. И мне кажется, что жители города и участники данного конкурса могут помочь руководству аэропорта сделать что-то новое, необычное и интересное. Чтобы гости, когда прилетали, им хотелось вернуться не только в город, но и посмотреть еще раз на это здание аэропорта. Спасибо большое, было очень интересно. А я напоминаю, у нас в студии мы беседовали с Ольгой Олениковой, директором агентства международного сотрудничества Челябинской области. А сейчас о погоде в четверг в Челябинске вновь ожидается жара. Раскаленный город к вечеру охладит дождь. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. ГИБДД проверят челябинские маршрутки. По распоряжению мэра полицейские проверят пазики и газели. Задача найти нерегалов, тех, кто ездит с табличками заказной и экскурсионный. Такие надписи владельцы транспорта используют, чтобы не платить налогов. И это еще не все новости. Сейчас минута рекламы, а после смотрите. И так сойдет. Коммунальщики протянули теплотрассу прямо через спортплощадку. Кто на новенького трактор вышел на лед в обновленном составе? Баскетбол с препятствиями. Во дворе по улице Российская прямо на спортивной площадке лежат трубы. Жильцы опасаются за жизнь детей и четвероногих. Временные ли это меры и в чем причина установки труб на площадке, клумбах и тротуарах? Расскажет наш корреспондент Алена Павлова. Спасибо. Тихонечко. Гулять с трехгодовалой внучкой Ларисе Малышевой мешает огромная труба теплотрассы. Конструкцию коммунальщики протянули прямо по спортивной площадке. Это ужасно. Мало того, что детской площадки у нас вообще нет. Еще и это все перегородили. Детям вообще негде играть. У коммунальщиков большой ремонт. Меняет теплотрассу. Трубы временные. Их рабочие разложили на клумбах и притянули вдоль магазинов. Но деревянных настилов, которые положили для безопасности, оказалось недостаточно. Вот через вот это ограждение уже падала бабушка. Одна из жительниц нашего подъезда. Она в принципе плохо видит и ей очень сложно ходить за хлебом в соседний магазин. Трубы строительной бригады прикрыли специальным материалом. Однако сделали это некачественно. Теперь вот таким полотном шириной в 20 сантиметров. Прямо на дороге лежит утеплитель. Жители боятся подпускать детей к трубам. Не подпускают к ним и животных. Чтобы собака чего лишнего не съела, горожане прикрывают утеплитель сами. И несут дозор у спортплощадки. Боятся, чтобы ее не разобрали. Площадку они тоже будут. Часть площадки задевает, убирает. С какого он душе разберутся. В администрации района жители успокаивают. Неудобства временные. К сентябрю площадку освободят от труб. В данном случае, когда возникает вопрос уменьшения детской площадки, безусловно, без согласования ни управляющей компанией, ни без согласования с жильцами это сделать невозможно. Временные трубы. И, к сожалению, не всегда с технической точки зрения возможно обойти какие-то, в данном случае, зоны отдыха. На время ремонта жильцам придется смириться с временными препятствиями. А детям либо искать другую площадку, либо играть прямо на теплотрассе. Алена Павлова, Степан Абаимов. Телефакт. С кубком Гагарина и клюшками собственного производства. Данис Зарипов доставил в Челябинск хоккейные трофеи. Награду КХЛ спортсмен показал всем желающим в Ледовом дворце Мечел. С хоккеистами пообщалась наш корреспондент Екатерина Жданова. Ей слово. Сегодня в Ледовом дворце Мечел как никогда шумно и людно. Ажиотаж и столь бурные эмоции вызвал привезенный кубок Гагарина. Это трофей континентальной хоккейной лиги. Кубок привез один из лучших форвардов магнитогорского металлурга. И, к слову, четырехкратный обладатель трофея Данис Зарипов. Чтобы сфотографироваться и прикоснуться к кубку, люди прождали около двух часов. К сожалению, кубок вынесли с задержкой. Возле кубка собралось довольно много спортсменов и просто любителей и фанатов хоккея. Здесь очень много народу, люди устроили в прямом смысле слова. Просто какую-то пробку из людей и очень сложно пройти, спротиснуться к кубку. К слову, он находится прямо там. Давайте спросим у кого-нибудь из болельщиков, насколько важно для него это событие. Ну, вообще, для Челябинска очень важен кубок Гагарина. Как хоккейный трофей. Очень важен. Для нашего хоккейного города очень важен. Презентация трофея проходит в рамках ежегодного турне победителей чемпионата первенства КХЛ. И приурочена также к ежегодному матчу друзей Даниса Зарипова. К слову, в дводворце арены Мечел он пройдет уже в восьмой раз. Одновременно на льду будет проведен тест-драйв «Клюшек-заряд», который выпускает завод Даниса Зарипова. Нам удалось пообщаться с хоккеистом. И мы спросили, откуда возникла эта идея. Идея, конечно, она была уже давно в голове. Но как-то вот не мог все настроиться. И не было достойных помощников. Завод запустился, и люди вроде опробовали и достойно выражают отзывы. Буквально через пару часов Зарипов лично выйдет в составе своей команды. Сыграет товарищеский матч против сборной ветераны Мечела. А после игры состоится автограф-сессия, где каждый желающий сможет получить автограф от любимого российского и чулябинского хоккеиста. Екатерина Жданова, Роман Хатимов, Телефакт. С пляжа на лед трактор провел первую тренировку после отпуска. Где хоккеисты отдыхали и какие задачи на сезон ставит главный тренер. На лед вместе с хоккеистами вышла наша съемочная группа. После трехмесячного перерыва попасть по воротам удается не сразу. Пока за такие облошности тренер не наказывает. Разъясняет ошибки. Нападающий здесь выскочит, где-то под синей линией, не дальше красный. После южных стран в ледяную арену. Некоторые игроки пару недель назад еще загорали на Лазурном побережье. Защитник Константин Климатов дорогим курортом предпочел Пятигорск. Подлечил здоровье и подышал чистым воздухом. Пока Алексей Кручинин любовался Сингапуром. А вот вратарь Василий Демченко в этот момент тренировался в Канаде. В Северную Америку голкипер отправился вместе с женой. Максим Якуценя свой отпуск решил провести неподалеку, в США. Впервые там был. Было просто интересно. Что-то удивило, может быть, что-то понравилось особенно? Ну как, особо так уже ничем не удивишь. Ну, интересно становится. Все по-новому. Новичок трактора, нападающий Александр Черников, отпуск потратил на переезд в Челябинск. Дома был, ничего не видел. Занимался бытовыми делами, с семьей. Хоккейный сезон трактор начнет в обновленном составе. В команду пришли 16 новичков. О задачах на сезон пока говорят скромно. Все ребята готовы играть и сражаться за Челябинск, за трактор. Все будет в порядке. Через два дня команда отправится на предсезонный сбор в Финляндию. Там к подопечным Анвара Гатия Тулина присоединятся иностранные игроки. По возвращении черно-белые сыграют на кубке губернатора Челябинской области. Анна Андронова, Александр Соколов, Телефакт. А сейчас о погоде в городах региона. По данным гидромедцентра, в четверг в области ожидаются грозы. В Кослях дождь, температура воздуха плюс 22 градуса. В Золотоусте прохладно, ливень. Словы термометра покажут 19 выше нуля. В Нитогорске переменная облачность плюс 23 градуса. Жителям Троицка также понадобится зон. Будут лить дожди 20 градусов выше нуля. В Копейске, наоборот, солнечно, но осадки не исключены. Температура воздуха 21 со знаком плюс. В Челябинском ресторане прилили на работу робота. Киборг по имени Валера будет заниматься продвижением заведения. Впрочем, по словам владельцев, уникальный робот может трудиться ведущим праздничных мероприятий, барменом и танцовщиком. Наш корреспондент познакомился с механическим Валерой. Что еще раз прости? Сколько ты стоишь? Сколько стоят твои услуги? Я без ценен. Для малышей Вэл, для взрослых Валера или уже совсем официальной Валерий Николаевич. Этому роботу всего один год, а он уже попробовал себя в ролях бармена, аниматора, промоутера и танцора. Вэл умеет говорить, может поддержать беседу и выразить эмоции. Робот-промоутер может самостоятельно передвигаться на дальние дистанции. Интерактивность создается благодаря встроенной камере и микрофону. Через них оператор может видеть, что происходит вокруг. Для управления Вэлом особых навыков не нужно. Необходим лишь компьютер или смартфон с активным Wi-Fi соединением. Киберчудо представили горожанам в ресторане Маркштадт. Здесь робот будет не только дарить положительные эмоции, но и также будет заниматься продвижением заведения и сможет привлечь клиентов к сотрудничеству. Вот такого коммуникабельного робота видим, конечно, первый раз. Мы пообщались. Приятный мужчина. Считаю, что каждый развлекательный комплекс, либо торговый комплекс должен иметь в своем, так скажем, пользование такого робота. Владельцы уверяют, что Вэл может подстроиться под любой формат встречи. Валерии можно поменять голос, цвет корпуса и даже одежду. Это первый в регионе промо-робот. Он уже зарекомендовал себя на предыдущем месте работы. До этого обычно использовали обычных промоутеров, людей. На самом деле тут есть одно большое преимущество. Промоутер устал, у промоутера нет настроения. Промоутер хороший-плохой. Робот вызывает положительные эмоции, он плохим быть не может, он не устает. Промо-робот – это отличный шанс оставить хорошее впечатление от любого мероприятия, говорят владельцы. Уникальное киберчудо уже можно взять в аренду. В холдинге Маркштадт. Алена Павлова, Роман Хатимов. Телефакт. На этом все. Смотрите Телефакт и делайте новости вместе с нами. По итогам недели мы выберем самого активного зрителя и наградим. Пишите нам даже в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассниках. А я же с вами прощаюсь. До свидания.